что вообще выгоднее или что не выгоднее что лучше что прибыльного как наша основная тема заявлено это может сказать только статистика ваша ваша торговая система только она может сказать к сожалению не существует такого универсального способа или универсального ответа что если мы будем шортить мы будем в прибыли в любой системе или если мы будем ланговать то мы всегда будем в прибыли нет все зависит от вашей системы например кто-то торгует там пробой идет по тренду кто-то контртрендовые сделки используют кто-то вообще скальпинг или арбитраж например если вы используете арбитраж что вы скажем так и шортите и лангуете одновременно то есть у вас или парный трейдинг например тоже у вас получается разнонаправленные сделки следовательно в некоторых ситуациях у вас будет 50 на 50 только в одном случае по одним инструментом у вас могут ланги приносить прибыль по другим инструментам шорты приносить прибыль и в этом то и смысл как раз в том что диверсификация но это при парном трейдинге или при арбитраже чтобы одно перекрывало другое у меня значит по моей статистике в основном ну процентов 80 если не 90 это конечно шорты потому что как вы наверняка видели на графике шорты их скажем так намного сложнее удержать то есть если инструмент падает то присоединиться к шортистам то есть тем кто его добивает и добить этот инструмент снизить его цену намного проще чем удержать инструмент какому-то так называемому лимитному игроку или кому-то фонду который хочет выкупить инструменты после его падения и поэтому на графиках вы очень часто видите лимитные уровни как например там отбой от какого-то уровня но если на дневной график смотреть то есть кто-то конкретно держит выкупает эти инструменты но если произойдет какая-то плохая новость или там ну не знаю как вот самолет у боинга да там падал или проблемы у них обнаружили и так далее то какой бы ни был сильный фонд или там какой-нибудь крутой игрок он не удержит толпу которая скажем так решила сбросить эти акции скорее всего у него денег не хватит и поэтому количество шортов и шортистов в моменте при плохом обстоятельстве может быть значительно больше чем тех кто покупает то есть long это у нас покупки для новичков напоминаю short это продаж если вы считаете что акции этой компании будут падать вы виртуально одалживаете у брокера он свою очередь где-то там находит у контрагентов или там у других участников рынка у кого эти акции в избытке вы одалживаете у брокера эти акции для того чтобы вы могли с ними торговать хотя на самом деле вы как будто их не ну не имеете то есть у вас нету акции боинга для того чтобы их продать но вы их арендуете у брокера при этом чаще платите за это комиссию плюс еще там свопы и так далее но например на тех же крипто биржах когда вы торгуете взаймы то есть это вот так называемый маржинальный трейдинг то с вас за это чуть от биржи зависят но в основном каждый час с вас маленькую денежку брокер берет когда торгую сам или когда рассказываю и показываю свои сделки вот на стримах или когда вот ребят девчат обучаю среднесрочная торговля по акциям на своих курсах семинарах скажем так вот то показываю и рассказываю что при пробое например закреплением не обязательно ждать долго не обязательно пропускать дополнительный день чтобы убедиться что инструмент пойдет вниз потому что если смогли скажем так продавить продавцы уровень определенный сильный то под этим уровнем скорее всего находятся стопы тех лангистов которые верили в то что инструмент пойдет вверх и тогда произойдет ситуация скажем так молниеносного или лавинообразное срабатывание этих стопов и инструмент провалится хорошо вниз и ваша задача как человека скорее всего не обладающего всеми деньгами мира и не не имеющего возможности остановить или переломить тренд вам нужно правильно распознать ситуацию которая происходит и присоединиться к сильнейшему и сильнейшие при продавливании этого уровня чаще всего выступают шортисты если мы говорим про исторические лаи например то есть когда инструмент например тот же ford в апреля месяце этого года на этих коронавирусных проблемах проваливался вниз он чуть-чуть не дошел пару долларов до отметки 2008 года когда он стоил порядка полутора долларов сейчас как видите его там откупили и так далее он уже значительно дороже стоит поэтому имейте в виду что шортисты сильнее лонгистов но это не значит что не нужно лонговать нет совершенно нет но нужно знать когда лонговать по какому принципу если лонговать то есть поджатие или нет какое из поджатие правильное которое какое поджатие например к уровню говорит нам о том что может быть разворот инструмента или наоборот пробой вот эти вещи нужно знать индикатор горизонтальных объемов он показывает распределение именно покупателей и продавцов разными цветами то есть у меня например здесь вот я вам покажу во первых это мт5 во первых в компании герчик энко давно существует уже мт5 ну вот эти вот цвета линии по аском по бидам можно настроить то есть данные вот эти которые приходят сейчас отображаются в виде такой столбчатой диаграммы приходят напрямую с биржи и по фьючерсу то есть хоть у меня сейчас открыт график форекса фунт британский фунт в левом углу написано вот это график распределением объемов по фьючерсу на британский фунт который приходит с биржи 7 и и индикатор эти данные обрабатывать отображают вам в таком вот виде при том он не просто их так вам отображают какой смысл был бы тогда можно во первых визуально увидеть кого больше покупателей или продавцов ну аске аске биды разным цветом отображаются и даже подведя мышку например вот сюда вот смотрите вот показывает объем по аск 1 миллион пятьсот сорок тысяч пятьсот восемьдесят три контракта по такой-то цене было то есть от текущего момента до вот здесь вот желтая вот эта линия стоит это двадцать восьмое но седьмое двадцатого года на начало дня то есть за вот этот вот промежуток времени было такое количество и вы можете провести даже вот так вот перекресть им смотрите ухты какой у нас огромный объем был по фьючерсу который интересным образом у нас попал с началом отката это дневка вот у нас d1 по британскому фунту огромные объемчики здесь тоже было интересно смотрите как хопа и все там дальше закончилось отскоки и так далее вот то есть я вам крайне рекомендую использовать горизонтальные объемы а вот этот индикатор горизонтальных объемов он в герчик энко присутствует за бесплатно в личном кабинете вы его можете найти и в самое ближайшее время выйдет обновление для mt5 вот давайте вам еще один пруф да как бы я люблю профи вот mt5 написано mt5 это индикатор горизонтальных объемов real market volume сейчас он у меня находится на финальном этапе тестирования и помимо того что раньше вы видели с этим индикатором он сможет вам давать намного больше информации и я так думаю даже еще и дельту то есть разницу между покупателями продавцами между асками и бидами и так далее и вот эту вот линию вы можете перемещать влево вправо и посмотреть где кто находился и так далее то есть вот при том фишка смотрите в чем этого индикатора данные как я вам говорю это идут с биржи нет брокера не те данные которые вы например можете увидеть скажем так вот эти тиковые данные там какие-то вот это вот нет это не вот эти данные повернутые горизонтально а именно с бирже по фьючерсом и индикатор горизонтальных объемов вам за бесплатно будет показывать и уже у меня вот показывает и скоро у вас и по акциям тоже и по индексам и по индексу евро доллара короче вот эти все инструменты вот символы смотрите их вот здесь вот довольно таки много и форекс там и золото конечно и и серебро и платина пола иди дыды 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 вот это вот все короче больше трехсот символов индикатор сможет показывать для того чтобы правильно это бы как бы понимать что лучше и прибыль не работает на рынке ланге или шарты первое введите статистику тогда вы поймете что в вашем конкретном случае будет лучше ланге или шарты у меня 80 процентов если не 90 это шарты вы это видите на моих стримах каждый вторник и на этих в чате клуба картель тоже это все присутствует рекомендую вам как раз тоже подписываться на эти интересные полезные группы потому что там огромное количество адекватных специалистов находится и мы там обсуждаем это все вместе с вами вот поэтому только статистика вам покажет в то же время мы должны понимать что лангисты это в основном конечно крупные фонды крупные игроки пенсионные фонды и так далее то есть если будет пробой сильного исторического например уровня или там хорошие какие-нибудь отчеты и так далее то очень сложно будет завалить скажем так сильного игрока задача которого было вытянуть или выкупить например инструмент поэтому учитесь работать по тренду адекватно воспринимать что происходит на графике как это сделать это за бесплатно вперед на герчик там есть конструктор алгоритма чтобы составить алгоритм и разобраться с этим делом и не просто так вот открыли график ой мне кажется сейчас будет шор то и мне кажется здесь был отбой там будет лонг нет это неправильно у вас должна быть четкая понятная система и тогда у вас наверняка что-нибудь да получится если этого недостаточно тогда вперед на курсы от александ Михайловича как перезагрузка например есть или у меня там есть тоже на определенные курсы и по акциям и по крипте тогда я вам тоже могу подсказать ну а если вы все уже достигли определенного уровня все уже знаете в некотором смысле и вам необходима дополнительная информация тогда обратите внимание на этот индикатор горизонтальных объемов он вам очень даже поможет почему он берет данные с биржи эти данные платные которые в смысле фирма берет на себя котировки они денег стоят настоящие котировки которые как заключаются сделки по каким ценам и в каком количестве то что я вам показываю например на на и кефиде и так далее это все стоит денег вам это денег стоит не будет но вы сможете как будто бы заглянуть в маленькое окошечко на биржу и посмотреть как там крупные игроки где они скапливают свои стопы куда они прячутся и вы можете там поставить тоже свои стопы или например на пробой пойти если не удержит и так далее то есть вам это может быть очень хорошая подсказочка шпаков дмитрий мт4 тоже от фьючерсов да конечно мт4 фьючерсы для совместимых скажем так форекс пар совершенно верно и в мт5 и в мт4 только от фьючерсов а акции вы в терминале мт4 мт5 герчук инковите 7 дина акций индикатор же берет данные напрямую с биржи по чистым акциям не по севди а по акциям а вот поэтому имейте это ввиду ну а тут я вам напомню подскажу что вот эти вот все полосочки они настраиваются и в ближайшее время когда будет обновлен этот индикатор еще и мастер-классу александр михайловича вы узнаете что этот индикатор способен на больше поэтому вы обязательно как говорится следите за новостями которые происходят в компании герчук инку будьте обязательно подписаны на youtube на телеграм и на другие полезные ресурсы и когда выйдут соответствующие обновления вы уж постарайтесь их что не пропустить